Девушки отдыхают 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 И они мне уже рассказали, что было очень много спутниц с его жизнью. Только через 5 лет Олена смогла оголтаться от разочарования. Вперше за этот час она обратила внимание на молодого человека, что до ней залицався. Он был лагерным, чаревным, говорил комплименты и поздравился в кохании. Приходил каждый день. Мой объединенный перерыв. Каждый день с цветами, с разными. Меня там уже все завидовали девчонки. Постоянно ухаживал, постоянно звонил. Але казка раптово обервалась. Одразу после того, как они провели разом ночь. Когда он добился своего, он исчез. Я сама первая никогда не звоню. Тут я ждала уже неделю, решила сама позвонить. Он поднял сразу трубку и ему сказал, что я занят, перезвоню. Ну и все, человек пропал, больше не звонил. Олена зрозумела, что ее снова использовали. Но девчонка решила дать себе еще один шанс быть счастливой. Та остальное знакомство с человеком снова принесло ей только разочарование. Знакомлюсь с парнем. Все хорошо, тоже свидание. Безумно вообще. Видно, что он пытался понравиться. Тут пошли с его стороны. Нам какие-то сексуальные отношения. Мужчина уже сразу заявил, что поехали ко мне. Ну и как бы я никуда не поехала. Олена зрозумела, что нет сил и надалее делать ошибки. Поэтому, в принципе, я и боюсь влюбиться. Как открываться мужчине, если он потом вытирает об тебя ноги. И не важно, в принципе, сразу ты с ним переспишь. Или через, не знаю, там, месяц-два. Все равно можно обжечься. Я просто хочу найти хорошего мужчину. Создать крепкую семью. К сожалению, Алена не единственная. И огромное количество писем от наших зрительниц тому подтверждение. Но сегодня на примере Алены, я надеюсь, вы поможете всем женщинам, которым просто надоело страдать от действий бабников и ловеласов. Нам надо понять именно те маркеры, по которым мы сможем определить опытного бабника уже. Маркер – это признак поведения, по которому мы выявляем такого мужчину. И есть основные пять таких маркеров, которые мы сегодня будем разбирать. И как работает именно профессиональный бабник. И что, прям буквально за пять минут можно все эти маркеры отследить и распознать бабника, ловеласа? На самом деле это очень легко. Потому что если уже ты об этом знаешь, ты уже предупрежден. И ты уже видишь, как человек действует. Сегодня мы объединились против бабников. А каким же образом мы будем эти маркеры рассматривать, видеть? На примере кого? Где мы возьмем бабников? Дело в том, что сейчас очень распространено вот такие вот в кафе быстрые знакомства. И мы как раз сделали вот такой эксперимент. И пригласили нашу героиню пройти через быстрые знакомства именно в кафе. Наш эксперимент был организован за всеми правилами реальных экспресс-побачений. До кафе запрошивают однаковую количество человеков и женщин. Они заповняют анкеты, где указывают важливые данные про себя. На начале побачения пара обменяются анкетами. В этом разу Олена и другие шесть участников были возможность познакомиться с семи человеками и выбрать среди них наиболее привабливых для себя. Кожна пара имела лишь семь минут, чтобы как наиболее узнать себя про человека напротив. За сигналом, человеки переходили до следующего столика и начали новое знакомство. Традиционно, если симпатии совпадают, наступного дня человек и женщина получают контакты одни-одного. Однако эти события в первую очередь должны выявить, кого выбирает Олена. Она и не догадывала, что среди человеков есть специально запрошенный нами бабий. Посмотрите дальше, кто больше понравится Олене? Может, она снова выберет бабия? А где вы взяли человека, который признался, что он бабник, да еще и профессиональный? Дело в том, что сейчас очень развито общение в интернете и знакомство. И я нашла одного такого молодого человека, который говорит, что он любого мужчину научит за 10 минут соблазнить любую женщину. И я ему предложила, говорю, давай ты придешь и покажешь на свидании, как ты это можешь сделать. И тогда ты будешь не в узких кругах известен, а уже на всю Украину. Конечно, будет всем женщинам известно, что ты бабник. Я, правда, не знаю еще, кто он. Я хотела бы уточнить, что в этом кафе мы установили видеонаблюдение, скрытые камеры для того, чтобы внимательно рассмотреть, как происходят знакомства и какие уловки пытаются применить мужчины для того, чтобы расположить девушку к себе. Мне очень интересно, сможешь ли ты определить бабника среди этих участников. Я как раз взяла с собой такую анкетку. Надь, давай тогда вначале посмотрим видео, как ведут себя эти мужчины на свидании, и ты сможешь уже отметить здесь, кто из них, по твоему мнению, бабник. Наши зрительницы тоже после просмотра смогут проголосовать, кто же из них был бабником на самом деле. Давайте смотреть! Дмитрий. Алена. Да. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе, кем вы работаете? Работаю в Черниговском драматическом театре, актером. Ну, я так понимаю, занимаешься ты спортом каким? Нет, ну я для себя в зал хожу. Поддерживаешь спорт? Да. Конкретно, а что пришло? Это новые ощущения или как? Для себя, может быть, да, действительно новые ощущения. Может быть, повезет здесь. Как бы есть моменты несчастной любви, отношения. Ну, то есть ты хочешь найти действительно того человека, с кем еще это возможно? В принципе, можно разделить, собственно, оставшуюся жизнь, там, семья, дети. Да. Это хорошо. Приятно было, папа. Заимно. Надеюсь. Вова. Алена. Приятно очень. Мне тоже. А чем ты занимаешься? В жизни все идет учеба, ты постоянно чему-то учишься. А, ну да, саморазвитие – это вообще прекрасно. Я как бы трудоголик, я отдаюсь работе полностью. Работа фиксированная, да? Пойти стюардесса не думала? Мне предлагали. У меня рост позволяет и параметры, да? А какой у тебя рост? Метр семьдесят пять. А то выглядишь высоко. Ну, это каблуки, наверное. Ну, да. Нет, предлагали, но так и да. А английский надо? Английский – это тоже как бы не проблема. Приятно очень. Мне тоже. Олег. Алена. Очень приятно. Давай обменяемся. Узнаем. Чуть-чуть. Николай! Блин, я не оттуда, я со Львова, но не знаю почему. Вот Николай и Херсон. Там как будто вот рассадник, понимаешь? Рассадник женской красоты. Нам надо выбирать. К нам приезжать. И очень мало достойных мужчин. Из моих подружек они в основном выходили там замуж или встречаются с иностранцами. Так, а ты работаешь барменом, да? Это так именно красиво, как я себе представляю, там коктейльчики, вот это все так бросаешь. У меня и красиво, и практично. Спасибо, Алиса. Спасибо. Приятно пообщаться. Здравствуй. Алена. Родной город Николаев. Ты овен? Да. Я тоже овен. А чем ты занимаешься? Я? В индустрии красоты работаю, а ты? Я? Наверное, в спорте, да? Нет? Ну, пусть будет в спорте. Ну, раз уж по форме. Слежу за собой по форме. Ну, я имею в виду, что такое овен. Это я поролоны сюда напихал немного, ну там, пуша поддел. Знаешь, что такое пуша для женщин? Нет? Как это даже не знаешь. Я еще языки знаю. Иностранные. Могу на немецком. Ну, я много смотрел немецкого. Ну, знаешь, какие немецкие фильмы ты знаешь? Ну, кроме тех, о которых ты подумала. Нет, между прочим, я об этом не подумала. Я почему-то просто вспомнила фамилию Швайдер. И с ним какой-то я фильм смотрела. Ну, какой-то известный актер. Фильм Швайга. Да, да. Не Швайдер, а Швайга. Ну, не важно. За пределы Украины выезжал. Конечно, выезжал. Расскажи. Был, жил, выезжал, возвращался. Я думала взять тур, знаешь, по Европе. Или лучше поехать конкретно в сторону. Ну, лучше не самой возьми. Не, ну смотри, ты берешь тур, тебя водят за руку. Тебя берут за руку и говорят, пошли. Ну, что я имею в виду дикаря? Дикаря ты просто с друзьями. Летишь и там сама уже что-то решаешь. Понимаешь? Спасибо вам за совет. Как обращаться? Сергей, да? Можно на ты? Да, нужно на ты. Вы любите кино, кинотеатр? А вчера буквально вот пересмотрел «Дьявол носит правду». О-хо-хо. Интересно, я не думала, что мужчины смотрят такие фильмы. А вам нравится этот фильм? Мне нравится, мне нравится сама актриса, сам директор. Какая она такая, вроде бы она властная, да, но все-таки беззащитная и все равно у нее добрая. Вы хотите быть неприступной? Я тебе хочу сказать, что это всего лишь оболочка. Очень многие мне говорят, что когда меня видят, да, допустим, что вот, ты вся такая закрытая. Последний раз была боль? Не то, что сильно, но очень разочаровалась. Просто мы друг друга не поняли. Ему нужен был как бы секс на один раз, а я как бы хотела больше. Но мы еще пообщаемся. Так, Виталий, чем увлекаешься? Как проводишь? Ну, гуляешь, может быть, там, каким-то видом спорта увлекаешься? Время немало, 7 минут, за эти 7 минут по шаблонам ходить. Ты просто говоришь, как ты до этой жизни докатилась? Докатилась? Да нет, я не докатилась. Но вот мужчина, значит, так поступает, что вот пришла на свидание, а что? Разочарована в мужском поле даже, можно сказать, обижена. Чем обижена? Нет, ну не то, что как бы обижена, просто не хочется тратить свое время попусту на мужчину, который не ценит отношения, не ценит вообще семью. Попадались такие? Да, попадались. Кто-то ищет серьезные отношения, кто-то ищет просто на одну ночь отношения. А кем ты хотела в детстве стать? Артистом. А сейчас? Ну, может, журналисты. Люди, ты так слушаешь меня внимательно, может, расскажешь о себе, что-то такое интересное, что могло бы меня заинтриговать. Твои глаза, они опасные на самом деле. Все, спасибо. Здравствуйте. Расскажи, какие у тебя увлечения, ну, как ты любишь проводить свободное время? По будням гулять по улице. Мне кажется, что это достаточно романтично. Вечер, парк, осень. Я романтичная, но достаточно старомодная в этих отношениях. Друзья, компания, клубы? Ну, к сожалению, я приезжая, я свободное время вот этом рисую, танцую сальсу. Ну, это общение, это больше даже не то, что танец, это общение, я отдыхаю. А чем ты занимаешься? Работаешь, учишься, что? Инструктор. Инструктор. Фитнес. Ага, ооо. Да. Ты делаешь наших женщин прекрасными, да, можно так сказать. Приятно было пообщаться. А можно только одного кандидата? Да, желательно выявить одного. Один бабник всего из семи. Ну, задача сложная. Мне кажется, что бабником может быть номер четыре и номер пять. Номер четвертый такой весь, я не знаю, как это, масляные глазки. Прям сразу вот так обволакивал. А номер пять более такой серьезный, чувствуется, что внимательный и в то же время с чувством собственного достоинства, но опытный. Надя, выбирай. Номер пять. Сергей, сорок лет, бизнесмен. Бабник. Ну, вы, мои дорогие, принимая решение, не обращайте, пожалуйста, внимания на мою точку зрения. Я с бабниками, к счастью, по-моему, никогда не общалась. Ну, не было бабников среди моих мужчин. Ой, так все оживленно, оживленно обсуждают, кто же делают ставки. Мы только в конце узнаем, кто же на самом деле оказался бабником и ошиблась ли Алена, что самое главное, собственно. Ну, а сейчас самое время пригласить сюда Алену. Встречайте. Здравствуйте, Алена, пожалуйста, присаживайтесь. Я позаботилась о том, чтобы бабников рядом с вами не было. Вот только наши опытные эксперты. Кто вам понравился из этих мужчин? Мне понравился второй и четвертый. Всем понравился второй и четвертый. Да? Все такие были милые мужчины? Сначала по первому взгляду, потом по общению. Они мне более симпатичны. И вы, конечно, уже теперь знаете, что один из этих мужчин профессиональный ловелас. Ну, я подозреваю. Я уже вот сделала тут выбор. Я посчитала, что бабник – это вот этот вот Сергей, 40 лет. У нас есть пять маркеров, и на примере наших участников мы разберем каждый из них и посмотрим, какие маркеры использовал каждый из приглашенных нами мужчин. Тот, кто набирает пять маркеров – это и есть бабник. И первый маркер, с которого мы начнем – это переход на близкую дистанцию. Что такое близкая дистанция? Это когда вдруг, в момент общения, мы начинаем приближаться к человеку очень-очень близко. И быстрые прикосновения к другому человеку, иногда даже очень интимные прикосновения, такие интимные поглаживания. Давайте перейдем к нашему видео и посмотрим там, где есть наш первый маркер. Это переход на близкое расстояние. Вова. Алена. Приятно очень. Мне тоже. Олег. Алена. Очень приятно. Здравствуй. Не, ну смотри, ты берешь тур, тебя водят за руку. Тебя берут за руку. Первый маркер проявился у претендентов номер два, три и четыре. Прям за руку сразу. Наглец просто. Не то слово. Я даже испугалась. Я хотела бы обратить внимание на то, что есть понятие о личном пространстве каждого из нас. И новый человек не должен приближаться к нам на расстояние более чем 50 сантиметров. Ну, в идеале это вытянутая рука. Это уважительная дистанция для первого свидания, для первого знакомства. И для второго, возможно, тоже. Но если мужчина начинает поближе все-таки подсаживаться, очень важно, чтобы женщина спокойно дала ему понять, что этого делать не стоит. Потому что многим как бы неудобно, вроде бы ничего страшного, он же не летит там целоваться, он не трогает за коленки. Ничего страшного в этом нет. Но если мы так близко подпускаем в свое личное пространство человека, мы даем ему повод думать, что может быть что-то большее, чем просто разговор. У меня была одна ситуация такая. В кафе я стою, когда молодой человек, мы с ним, в общем-то, знакомы не были, он ко мне подходит, меня обнимает так и такой «Привет!». Я опешила изначально. Потом он делает вид, что он «Ой, я, наверное, обознался, но давай познакомимся». Это ход такой. Я очень давно уже замужем, я смотря на него улыбаюсь, ему говорю, да, вы ошиблись, хотите, пообнимите моего мужа. А он что? Нет, как-то не захотелось ему обнять моего мужа. Сработало. И вот мне хотелось бы подчеркнуть, что если девушка очень нравится мужчине, для него, наоборот, это будет некий барьер, прикоснуться, ему к этому надо будет как-то прийти внутренне. Мы разобрали первый маркер, и давайте перейдем, наверное, ко второму маркеру. Это жесты зеркала. Есть такое понятие, как отзеркаливание человека. Что значит отзеркаливание? Ну, например, вы там себе где-нибудь волосы поправили, он себе чего-нибудь здесь поправил. Да, вы начинаете что-то объяснять, жестикулируя, он тоже подключается, начинает с вами жестикулировать. Вы ему улыбаетесь, и он вам улыбается. Вы что-то рассказываете, так, смотря вверх, и он как будто с вами смотрит в вашу картинку вместе. То есть он вас полностью зеркалит. Давайте посмотрим именно видео по зеркальным жестам. Конкретно что пришло? Это новое ощущение или как? Для себя, может быть, да, действительно новое ощущение. Вышла замуж. Так, ну что же, все ясно. Отмечаем номера, у которых есть второй маркер. Второй маркер проявился у претендентов номер один и четыре. Сейчас ведь существует даже много курсов для мужчин, где их обучают тому, как знакомиться с девушкой. Ну, вряд ли с целью пожениться впоследствии на ней. А вот как раз с целью расположить ее к сексуальным отношениям. Это называется тренинги по пикапу. И там очень часто рассказывают о том, что вот стоит подстроиться на уровне жестов, на уровне взглядов, на уровне даже интонаций. И вот многие делают это настолько явно и настолько непрофессионально, что это очень легко распознать. Поэтому если мужчина на первом свидании вот все за вами повторяет, вот вы говорите, ах, и он за вами, ах, да, это сто процентов уже обученный бабник. Существует противоядие, которое помогает и распознать, и обезвредить бабника. И это метод очень простой. Когда вы берете и перепроверяете, вот вам показалось, что он повторяет жесты, вы раз вот так сели, ага, он тоже так сел, вы раз вот так вот. И потом вы его ловите на этом и говорите, ты долго будешь за мной повторять? Мы играем в какую-то игру, бабники, они, как правило, не ожидают, что их выведут на чистую воду, и он может растеряться. Вот если это запланированный ход, он как бы растеряется, что его рассекретили. Потому что если это непроизвольно, он даже не поймет, о чем речь, что, о чем спрашивают, какое повторяют, кто повторяет, я повторяю, я ничего не повторяю. Сейчас подсказала бабникам, как надо действовать в этой ситуации. Я надеюсь, бабники не смотрят эту программу. А я, надеюсь, смотрят. Здесь еще тоже очень интересно, когда он явно повторяет за вами действия, сделайте что-то из таких действий, которые ему не свойственны, да? Да! И посмотрите, попробует ли он пиджак поправить. Губы накрасит, да? И вот мы сейчас как раз переходим к третьему пункту, к третьему нашему маркеру, это сбор информации. Когда бабник начинает знакомиться с девушкой, с женщиной, он старается максимально собрать про нее информацию. Зачем? Чтобы потом в ее ценностях ввести ее. Она даже не замечает, что почему-то он так ей нравится, он такой хороший. Да потому что он говорит в основном только на ее темы. Но при этом он ничего практически не говорит сам. Давайте посмотрим сейчас на наше видео, чтобы заметить именно этот маркер. А чем ты занимаешься? Я? В индустрии красоты работаю, а ты? Я? Наверное, в спорте, да? Нет? Ну, пусть будет в спорте. Ты так слушаешь меня внимательно, может, расскажешь о себе? Что-то такое интересное, что могло бы меня заинтриговать? Твои глаза, они опасные на самом деле. Третий маркер проявился у претендентов номер 4 и 6. Каждому из нас приятно о себе рассказывать новому человеку. И тебе кажется, что тобой так интересуются. И вот всем интересуются, и он так тобой интересуется, что он даже не успел ничего рассказать о том, что он женат, и у него трое детей. Просто не успел. Но в это время он выяснил, в каком районе ты работаешь, чтобы там с женой не прогуливаться вечерком. Либо с еще одной девушкой. Где ты бываешь? Они очень сильные стратегии. Они могут просчитать, куда ему не стоит ездить, где ему не стоит появляться. Какие могут быть ненужные для него пересечения. Все это продумать наперед. Он эти схемы все в голове уже простроил. Ага, это в одном районе, это в другом. Общих знакомых быть не может. Но это же нормально, когда мужчина интересуется, чем занимается женщина. Второй вопрос. Успевает ли женщина что-то про него конкретное выяснить? Вот в случае с бабником, вроде бы он что-то о себе рассказывал, но по факту ты ничего не знаешь. Ни где он, ни кто он. В общем, найти его невозможно. Понятно. Сейчас давайте разберем еще четвертый маркер. Это разговор именно околосексуальный. То есть перевод темы в разговор околосексуальный. Это могут быть намеки, это могут быть анекдоты такие вот специфические. Это может быть темы про фильмы какие-то вот тоже специфические. То есть человек достаточно быстро в первом же свидании начинает разговор про секс. Были такие среди этих семерых? Да, вы знаете, были такие моменты, когда я задумывалась о том и даже видела, что мужчина намекает. Как-то вот сдалека, но начинает намекать. А давайте посмотрим, как это у нас на видео было. Во мне много жизненной энергии. Еще чего? Ну, Овен. Ну, я вот огонь. Огонь. Да. И очень... Страсть. Да. Эмоции. Много смотрел немецкого. Ну, знаешь, какие немецкие фильмы ты знаешь? Ну, кроме тех, о которых ты подумала. Четвертый маркер проявился у претендента номер четыре. Ужас. Я в шоке. А вот в разговоре, вот в разговоре как-то оно вроде бы и в тему. Между делом, да. Очень интересно еще, что вот эту тему сексуальную, такой именно профессиональный мужчина, поднимает именно для того, чтобы проверить реакцию девушки на эту тему. Готово ли. Начинает ли она улыбаться? Начинает ли она смущаться? И как она вообще ведет? Ну, самое главное, что тоже есть противодействие. Если мужчина вот начинает позволять себе эту тему, я считаю, что ни одна девушка не должна бояться, стесняться, четко сделать стоп и задать прямой вопрос. Вы хотите продолжить вечер где-нибудь в другом месте? Или вы меня сейчас на секс пытаетесь раскрутить? Вот если мы напрямую тему пресекаем, как правило, он быстро закончит разговор и уйдет. Ну что же, у нас тут лидер определяется. Это номер четыре. Ну и есть такие лузеры, на самом деле, порядочные мужчины. Видите, как оно? Они настолько порядочные, что даже не сексуальны. Да, Ален, ты же понимаешь, что те мужчины, у которых нет маркеров бабников, ты их не назвала как мужчин, которые тебе понравились. Нет, но почему? Мне тоже симпатичен вот и шестой номер, но вот седьмой он более такой спокойный, сдержанный. Мне кажется, он не успел себя проявить просто и более не заинтересовал. Очень важно понимать, что если два-три маркера совпали, о которых мы говорим, это еще не значит, что этот мужчина действительно бабник. Вот именно у бабника совпадают все маркеры. Он всеми пользуется обязательно. Или хотя бы четыре из пяти. Четыре, это уже стоит действительно задуматься, да, и посмотреть более внимательно. Но давайте посмотрим уже пятый маркер. Пятый маркер – это комплимент критика. Как это? Это такой двухсмысленный намек. Он может сказать, что, ты знаешь, ты такая красивая, но без макияжа выглядела бы лучше. Он может сказать еще такую вещь, что да, у тебя действительно платье очень красивое, а что не было твоего размера. И таким образом он хочет расположить к себе девушку? Ну, как это возможно? Дело в том, что они стараются вроде бы с одной стороны поднять оценку и тут же ее опустить. Когда у нас вот так вот играют на нашей самооценке в плюс-минус сторону, девушка начинает где-то в себе сомневаться. Когда она в себе сомневается, она уже становится более легкой добычей для такого мужчины. Давайте посмотрим в видео, как это происходило на свидание. Какой у тебя рост? Метр семьдесят пять. А то выглядишь высоко. Ну, это каблуки, наверное. Это я поролоны сюда напихал немного. Ну, там, пуша поддел. Знаешь, что такое пуша? Ну, для женщин. Нет? Как это, пока не знаю. Что ж так? Так. Нашлись, значит, тут такие умельцы. Ну что, очевидно, что номер четыре и тут преуспел. То ли обидел, то ли похвалил. Пятый маркер проявился у двух претендентов. Под номером два и четыре. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Потому что, когда мужчина проявил интерес, и потом, вроде бы, этот интерес как-то вот и завуалировал, у нее появляется такой спортивный азарт доказать ему, что я лучше. Даже вот если он ей не нужен 300 лет, но все равно ей хочется доказать, что у меня нечего показать, кроме ног. Да у меня есть, что показать, кроме ног. Я закомплексованная, я не закомплексованная. Очень важно задать прямой вопрос. Вы хотите меня обидеть? Мы, наверное, боимся просто. Вот мы боимся их оскорбить. Они, причем, ничего не боятся. А мы такие тактичные. Нам уже начинают гадости говорить, а мы все не знаем, как бы вот его не обидеть. Поэтому очень важно задать вот этот прямой вопрос и вывести его из равновесия. У него тогда схема разговора нарушается, и он теряется. Но, по-моему, вот этот пятый маркер указал, можно сказать, на злодея. Ну, правда. Это очень коварно. И посмотрите, что у нас получилось. Я расставила маркеры, и оказалось, что бабником, без сомнения, является номер 4. Пять маркеров у него. Да, именно молодого человека под номером 4. Я и пригласила поучаствовать в эксперименте в качестве бабника. Очень интересно узнать, а как же у нас зал проголосовал-то? За нашего бабника проголосовало только 16,6% женщин. То есть очень много женщин даже не видят изначально и не замечают, что мужчина бабник. И так получается, что большинство не угадало, кто из этих семи прекрасных мужчин бабник. Чем, собственно, они и пользуются, эти бабники. Спасибо вам большое за советы. Я в будущем их учту и буду только им исследовать. Итак, всего пять признаков укажут на то, что перед вами настоящий ловелас. Бабник, который хочет от женщин только секса и никаких продолжительных отношений. Мы посвятим еще одну встречу тому, как распознать бабника. Наташа уже сказала, есть второй более коварный и опасный тип ловеласов. Это мужчины, которые хотят влюбить в себя как можно большее количество женщин. Не пропустите. Спасибо вам большое. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова